МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас. Привет. И мы сегодня говорим о метаморфозах, которые происходят с Великим Кончаловским. Он из кино ушёл в театр. Вдруг. Почему? Это для вас, друг, потому что вы не образованы. Так, принимаются. Да. Я начал в театре работать в 80-е годы. У меня действительно великий режиссёр Штреллер Джорджи пригласил ставить «Чайку» в Париже. И тогда в Москве было худовато жить в 86-й год. И такой замечательный педагог, артист, и, я считаю, он, наверное, уже профессор, Гарик Леонтьев, авангард Леонтьев, Леонтьев из МХАТа, он работал мне ассистентом. Он согласился поехать ассистентом, работать с французскими артистами над спектаклем. И мы были все счастливы. Так что ставил я в работе в театре давно, а потом в опере давно. И всё за границей. Начал я за границей, потом... Ну вот в России я ещё оперу не ставил. Да, и что это будет, расскажите. Три сестры? Три сестры? Ну, три сестры, оно, кажется, уже есть. Чем выбор объясняется? Почему именно три сестры? Вот самый глупый вопрос. Его задают... Так, ну, это ж мы журналисты. Это же наша специализация, задавать глупые вопросы для того, чтобы наши гости выглядели достойно. Да. Вот ни одному музыкальному критику не придёт в голову спросить у Гергиева, у Валеры, почему вы дирижируете шестую симфонию, а почему не четвёртую? Правильно? Никто же не спросит. Не знаю, правильно ли это... Ну, никто же не спросит так, потому что... Что ответит дирижёр? Ну, просто мне нравится. Аж какое там актуальное, что-то... Вот понимаете, вот поэтому... Сейчас следующий вопрос у вас будет, что актуально, да? Ну, в общем, напрашивается, да. Ничего актуального. Только вечное. Всё вечное и актуально. Нет, просто дело в том, что «Три сестры» – это такая очень русская вещь. А Кончаловский, он позиционирован в среде журналистов, скажем, как человек западный такой, который, в общем-то, и работал на Западе. И вы даже юбилей свой отмечали в Италии. Какой отмечал? Мы собрались за столом... Ну, во всяком случае, это стало медийным событием, потому что это было показано по всем каналам. Это не юбилей, день рождения. Есть день рождения. Это ваш собственный дом или вы снимаете? Это собственный дом. Совсем собственный. В том смысле, что мы его восстанавливали с большим чанием и любовью, и уважением к традициям тосканской сельской жизни. Вот еще один глупый журналистский вопрос. Почему Италия? Нет, у вас был вопрос, вы пропустили, я еще не ответил на него. А, хорошо, отвечайте. Чехов русский. Да. Чехов русский. А Кончаловский нет. Но Чехова бы не было бы русского, если бы не было Петра. Вот если бы я ставил там Нестора, предположим, или слово полку Игореве, или там сказки Афанасьева, то да-да, конечно. Но Чехов русский европеец. Так же, как и Толстой, и Пушкин, и Чеховский, и Достоевский. Их никого бы не было, если бы не было реформ Петра. И вот эта вот реформа Петра, которая выдернула Россию на какое-то время, ненадолго, из Средневековья, за волосы, собственно, и создала ту великую культуру, которой сейчас мы все гордимся. Но последний европейец был расстрелян в Ипатьевском доме. Ну, это знаете, мы сейчас куда-то совсем друг друга... Нет, поэтому я русский, но европеец. Вот и все. Поэтому я совсем не... Это не значит, что русские не европейцы. Есть русские европейцы, есть русские европейцы. Нет, ну, здесь спорный вопрос, надо ли было вообще Россию выдергивать, потому что мы восточная страна, и зачем нас Петр выдернул, и к чему это привело, в общем-то, это... Но это мы в другим очень далеко уйдем от... Нет, но это другой вопрос. Вы можете к этому относиться как вы хотите. Это ваше право. Меня интересует... Тогда, если уж мы начали такой разговор, о том, имеет ли человек право на собственную биографию. Вот вы автор нашумевшего произведения в жанре мемуаристики. Многие сочли, что вы нарушили некие нормы, рассказав о том, о чем не надо было рассказывать. Вот это очень интересно для меня, для журналиста вопрос. Человек имеет право на собственную биографию или нет? С творчеством все понятно, а вот с биографией... А вы знаете, права не дают. Права берут. Кто взял право, тот имеет, а кто не взял, тот не имеет. Просто... Дело в том, что я как-то случайно оказался с вашей бывшей супругой в застолье, и она сказала, что вы очень много на себя там, ну, наговорили лишнего, что многое из того, что вы описали в этой книге, на самом деле было не так, было... То есть вы были где-то в чем-то и благороднее, там, ну, конкретный там эпизод с провозом и торговлей икрой. Представляете, я не сказал, что этого никогда не было. Зачем вы себя оговариваете? Я не оговариваю. Это действительно была правда. Я действительно продавал икру. У меня жить не на что было в Америке. И самый ходовой товар спекулятивно. Это была икра. Икра тогда в Советском Союзе стоила очень немного, ее можно было достать, а там я мог жить на килограммы критом два месяца. Ну, скромно, но жить. Поэтому... Нет, у Михалкова... Я не знаю, кто, что говорил из женщин или моих жен. Это не важно, каждый имеет право на свою точку зрения и за это отвечать. Понятно. Вы за все готовы отвечать? Что вы делаете? За все нет, но за то, что я не готов отвечать, вы не узнаете. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вы европеец, русский европеец. И вы тоже? Ну, я-то вообще... Я журналист. Скажите, а Никита Сергеевич, ваш младший брат, он русский или он русский европеец? Он европеец, безусловно, но он европеец с таким почвенническим уклоном религиозный глубоко человек по-русскому религиозный. Не вообще религиозный, а по-русскому религиозный. То есть, значит, ни в коем случае нельзя сомневаться, надо просто верить и все. А когда, собственно, возникла тенденция европеизации какого-то класса в России, то там возникли, так сказать, последователи Андрея Курбского и те, кто начал ставить под вопросы определенные разные вещи. Я человек не боящийся сомневаться и вообще анализировать. А Никита Сергеевич не боящийся сомневаться? Нет, он не сомневается, он не анализирует, он бежит от сомнений как от анафемы. Понятно. Знаете, я однажды был подвергнут своей среде астракизму после заявления о том, что Никита Михаков величайший из ныне живущих режиссеров. И когда я в качестве аргумента привел значит, вот картину понятно какую «Свой среди чужих», мне сказали, что на самом деле режиссировал это Кончаловский. Он помогал брату и это правда или нет? Это глупость. Конечно, я не помогал. Он, во-первых, Никита никогда не спрашивает у меня совета ни в чем. Так случилось. Вот я не знаю. С тех пор, как он стал заниматься своим творчеством, он никогда не спрашивал совета. Он только показывал результаты и ждал похвалы. А совета не спрашивал. Лучше бы он спрашивал совет, а не ждал похвалы. Это было бы лучше для нас. А вы у кого-нибудь спрашивали совета когда-нибудь? Да, конечно. У кого? Ну, из последнего опыта я спрашиваю 16 лет совета у своей жены, у Юли. А советы в профессиональном плане или в бытовом? Нет, ну, в разных. Скорее, в профессиональном. Ну, то есть, вот сейчас вы занимаетесь театром и вы с ней советуетесь? Ну, я многие вещи проверяю на ней. Она человек жесткий. Жесткий в оценках? Да. Ну, мне кажется, она же не может вам говорить правду, потому что, ну, что ж это тогда за жена, если она говорит? Это, это, нет, я думаю, что она же именно в силу того, что она жесткий, она и говорит в общем правду. Она вообще врать не умеет. Она будет как-то задействовать. А может, она самообманываться может, но врать не умеет. Ну, на самом деле, это, видимо, то, что я имел в виду, насчет самообмана. Это разное. Самообманываться другая вещь. Быть убежденным, абсолютно убежденным в той вещи, которая тебе кажется правдой. Хорошо, а на начальном этапе с кем вы советовались? Начальный этап чего? Начальный этап вашего творчества, как режиссера, я имею в виду, конечно. Я не детство имею в виду. А вы знаете, с батюшкой с вашим? Вы же бы советовались с отцом когда-нибудь? Нет, он же ничего в кино не понимал. Нет, у нас в те далекие времена, когда я начинал работать в кино, случилось, что мы работали вместе с Андреем Тарковским, тогда традицией было собрать стол, мама готовила, ставилась водка, звались какие-то люди дорогие и читался сценарий вслух. Кто-то плакал, все хвалили, как правило, никто ничего не ругал. Ну, в общем, это не совет, это просто было желание, чтобы тебя похвалили. Вообще художнику нужно, чтобы его хвалили только вообще, в принципе. Ему не нужно, чтобы его ругали. Ну, вообще, мне хотелось, чтобы меня хвалили всегда. Ну, вас всегда и хвалили. Да что вы говорите? Нет, ну, если мы говорим о вашем творчестве, режиссерском, вас ругали... Меня валяют в грязи со всем, что я делаю. Нет, это неправда. Ну, как? Ну, скажите мне, что имело успех критический? Раз, два, три, Да вот я, в кино, в кино все имело успех. Где? Критический? Да. Ну, одну картину, знаете, которую критику не обосрало. Ну, зрительский успех точно был. Так зрительский, я же говорю... А вам надо, чтобы Кирилл Разлогов и все остальные... Нет, ну, ведь зритель же не пишет, зритель ходит. С это другое. Нет, зритель пишет, просто вы туда не ходите, где зритель пишет. Зритель пишет в благосфере. 10 лет назад зритель, 15, не писал в благосфере. Все мои картины до благосферы тоже выходили. Все и все, кто-то их как-то обязательно. Но это не страшно. Ну, дело в том, что ведь известно, как только появляется хотя бы один фанат, появляется тут же критик. Не бывает... Нет вообще режиссера, нет художника, нет артиста, которым бы восхищали все поголовно. Критики, и всегда это закономерно. все и критики, это абсолютно разные две страты. О, Господи, как вы зависите от этой среды, от своей? Да я... Нет, как же не зависеть от среды, которая создает общественное мнение? Ведь не народ создает общественное мнение. Если бы среда состояла... Если бы среда формировала общественное мнение, то за 70 лет советского гитпропа у нас бы выросло поколение убежденных коммунистов последовательных, и страна бы не рухнула в одночасье. Поэтому это неправда. Никакое профессиональное сообщество не может сформировать общественное мнение. Он может пытаться это сделать. И на самом деле вы, художники, я имею в виду режиссеры, киношники, в гораздо большей степени формируете общественное мнение, чем критики. Правильно. Но мы... Если бы критик не мог сформировать общественное мнение в принципе, то тогда акула Дамиана Херста была бы просто консервированной рыбой. А почему-то она стоит 12 миллионов. Это консервированная рыба. Вы видели ее на фотографии? Нет. Но Дамиан Херст самый дорогой художник сегодня. Он просто взял акулу, купил ее за 20 тысяч, ну, на 5 тысяч, за 5 тысяч в Австралии. Транспортировал ее, положил фармагедрин, вот это формалин, в этом самом. Написал страх жизни неизбежности бесконечного и продал. Сейчас это видит, что это 12 миллионов. Вы думаете, что зритель создал это общественное мнение про рыбу маринованную? Нет. Критик. Я уверен, если мы сейчас выйдем на улицу и спросим про эту самую акулу, то есть 10 человек в лучшем случае один про нее знает. Ну, почему-то, хорошо, лучше, но почему-то она стоит 12 миллионов. Ну, кто эту цену сделал? Вы думаете, зрители? Хорошо, но они эту цену делают, они там этих акул себе и потребляют внутри вот очень маленького микросоциума. это не имеют отношения. Сегодня микросоциум, мы же заговорили о благосфере и мы заговорили о современном ментальности. Рынок сегодня определяет все. И сегодня реклама важнее, чем продукт. Вы понимаете? Реклама важнее, чем продукт. Если мощная реклама, то продукт считается гениальным. Гениальное кино, никто ничего не понимает. А это какая скульпта, ты видел? А Энди Уорхол рядом с Микеланджелой висит в музее Антоновой. Я думаю, бедная моя Антонова, до чего же она дошла, что она рядом с Микеланджелой вешает Энди Уорхола, который ничего не сделал, просто помочился на этот холст. Извините меня, вы знаете, что на холст он помочился из туристого холста? Он шел, кто-то сделал фотографии, он из такси вышел, набрал в автомате. Сделайте фотографию Мерлин Монро, сделали, покрасили красный, покрасили, пришел под влиянием каких-то субстанций, помочился на холст и ушел. Энди Уорхол, сейчас это стоит 10 миллионов. Вы думаете, что это не критик создается? Не знаю, я беседовал в этой же студии с Кириллом Серебренниковым, и мы с ним после эфира поговорили про Энди Уорхол, он считает, что на самом деле это великий трендсеттер, человек, который во многом определил развитие современного искусства. Правильно, он трендсеттер. Вот трендсеттер, да, но не художник. Сейчас трендсеттер и важнее. Вообще, тренд-слово надо запретить в России. Говорить тенденция? Найдите другое слово. Почему говорят тренд и почему сеттер? Вообще, сеттер это, вы знаете, это собачье. Вы как Борис Гребенчуков, против англицизмов надо говорить... Можно найти интеллигент, и человек может найти русский слава. Вы же интеллигентный человек. Найдите тогда аналог трендсеттер в русском языке. Тенденция. Установитель тенденций. Тенденция. Хорошо. Но что касается мнения Кирилла, это же его право. Каждый может кому-то что нравится. Он будет считать, что великий. Я считаю, что Энди Уорхол абсолютно великий торговец. Гениальный абсолютно маркетолог. Гениальный. Это правда. Но искусством это не пахнет. Из него искусство, искусство из него сделали критики, которые им нужен новый продукт, который можно продать на рынке. Вы знаете знаменитую фразу Сальвадора Дали, который был гений и одновременно абсолютно абсолютный циник. Он сказал, я богат, потому что мир полон кретинов. Вот это точно. Я думаю, что каждый, начиная с Малевича и все эти трендсеттеры могли сказать, я богат, потому что мир полон кретинов. В том числе и Энди. И главное, друг Энди, большой друг Энди, который замечательный критик, он недавно умер, его фамилия была Хьюз, Роберт Хьюз. Он был другом Энди Уорхола, большим другом. И увлекался ему, он выдающийся художественный критик, в тайм он писал все время. У него там в этой картине, он смотрит на Энди Уорхола, и там торговец ему объясняет качество этой картины, и там надо несколько страниц прочитать, запомнить, чтобы объяснять. И он слушает Хьюз и говорит, ну вообще-то, конечно, может, вы правы, но он же был полный идиот. Вы знаете это? Это его друг говорит. Нет, конечно, он умнейший, несчастный, очень несчастный человек из Восточной Европы, которому удалось создать тенденцию. И эта тенденция превратилась безумными маркетологами именно в то, что превратился постмодернизм и все это, то, что называется искусством. Я вообще не считаю это искусством. Что такое искусство, по-вашему? Искусство-то то, я вам отвечу, потому что вы не сможете все равно. Да, нет, не смогу, даже не буду пытаться. Да, искусство-то то, что другой не может сделать. Это то, что нужно так долго учиться, чтобы хотя бы сымитировать. Хотя бы. А что, что такое черный квадрат? Это может сделать... Вот я только что хотел про Малевича сказать. Так это любой идиот может сделать. Это не искусство. Это рекламный ход, это как угодно, это большая манипуляция, это стейтмен, еще одно слово, заявление, декларация, но это не искусство. Искусство для меня, это тоже заставляет людей плакать, смеяться или пугаться. Или наслаждаться красотой. А тогда вы стоите и чешете репу и с умным видом говорите, да, а сколько стоит? 10 миллионов. Ну, да, да, вообще здорово. Это не искусство, простите меня. Это, к сожалению, спекуляция темнотой людей. есть такой замечательный американский писатель, он умер, Том Вульф. Есть, был такой, да. Он написал абсолютно исключительную статью про абстрактный экспрессионизм американский. Лихтенштейн там всех, он всех уделал. Называется «Раскрашенное слово». Советую вам прочитать. хорошо, я постараюсь, постараюсь найти время. Обещайте, что в следующий раз, если вы не прочитаете, я к вам не приду. Хорошо, я тогда точно прочитаю. А что, что вы читаете сейчас сами? Что я читаю? Да. Я читаю несколько книг. Я читаю книжку Яновского, такой был русский писатель незамеченного поколения эмиграции. Вот те, которые пришли после Алданова, Бунина, Зайцева, вот там были эмиграции, большие писатели, а потом было второе поколение, очень интересное, интересный писатель, который написал Поля Елисейский. Воспоминания о русской эмиграции, несчастной, нищей, которая создавала русскую литературу, в 30-е и 40-е годы. Потом я читаю интересную книгу о русской культуре и о русской истории и обо всем этом ужасе такого культуролога, замечательного историка Яковенко «Познавая Россию». Классная книга. И потом читаю еще книжку про любовные похождения Чехова, которая называется «Кукуруза души моей». Это должно быть вам близко. Скажите, вы можете такой топ-5 составить, это опять англицизм, пять книжек, которые должны обязательно прочитать дети, не из школьной программы. Какого возраста? Вот ваши дети, допустим. Какого возраста? А, ну давайте, до 10 лет. До 10? Да. Ну, до 10 лет, я думаю, надо обязательно, кроме Гарри Поттера, прочитать «Алису в стране чудес», «Братья Гримм», «Все то», «Братья Гримм», «Алиса в стране чудес», «Казахский эпос». Казахский эпос? Да. А, ну, конечно, я же забыл, кто была ваша первая супруга. Нет, дело в том, что это была моя первая книжка. Потому что я был в эвакуации в Алма-Ата, и у меня большая казахская эпоса, книжка с картинками. Мне читала тогда, бабушка мне читала. Там-то какой-то «Аба», и какой-то он скакал, там, и прочие, стрелы пускал. Ну, такая была. Я думаю, что вообще до 10 лет читать не важно, что важно читать то, что тебе нравится. Но читать, вы понимаете, в чем дело? Важнее читать... Не читать, не фильмы смотреть? Нет. Нет? Нет. Читать и писать. Одинаково важно. Читать не с компьютера и писать, не печатая, а рукой. Потому что компьютер уничтожает, в принципе, работу левого полутора. Душария человеческого мозга. Это открытие... Открытие биологии, просто биология. Это стейтмент. Да, да. То, что вы сейчас... Опять сказать. Нет, потому что когда вы вводите, вот тремя пальчиками держите перо, то у вас работает какая-то поверхность корки. И вот выводя буквы, выводя буквы, у вас по-другому усваивается слово. Это потрясающе. Мало того, у вас это слово остаётся... У меня не остаётся. А? У меня не остаётся. Ну, мне очень жаль вас. Но я тогда рассказывал, скажите вашим детям, у вас остаётся написанным в мозгу. Я скажу это своего ума. А вот делит, делит, понимаете, делит. Это вот катастрофа, потому что делит можно всю литературу сейчас одной кнопкой. Вы знаете, вы первый человек в этой студии, который сел в этом кресле так, как сели вы. То есть вот... Мы надеемся, что после меня будут все остальные сидеть. Я это не знаю, но я это отметил сразу, и это очень о многом мне сказало. Вот. Огромное вам спасибо. Мне реально было очень интересно, особенно, как необраздованному человеку. А мне нравится, что вы слушали, понимаете? Я не слушал, я внимал. Я внимал с восторгом. А я слышал, вижу, как тихо опускается такой невидимый занавес между мной и моим... Он опустился между нами и... Пожалуйста, спасибо вам. Спасибо вам большое. Как чай? Мы должны так же прощаться? Да, обязательно. Хорошо, что у нас нет татуировки здесь. Хорошо, что вы не Кличко. Мне пришлось это сделать с Кличко, правда.